This conference will now be recorded. секунду так пока что-то не передалось сейчас еще секунду пока я вас вижу экран правда не вижу скрина экрана нет давайте еще раз попробуем давайте еще раз соответственно я сейчас должна свой экран подключить так сейчас все видят мой экран дал пока ваш аж у вас в списке make presenter или make организовать организатор презентер обычную вот он спрашивает выходить и сделать презентером оксана с 1 у себя соответственно скрин экрана делаете так поделиться а сейчас секунду я переключусь видно да вот теперь видим да хорошо тогда начинаем до вовремя так сейчас секунду вот сейчас видно правильно я понимаю видно видно верно так ну добрый вечер уважаемые участники нашего дня открытых дверей у нас сегодня проходит день открытых дверей по профессии руководитель финансовой службы и я немножко с вашего разрешения представлю наш учебный центр нашему учебному центру более 30 лет более 30 лет мы учим специалистов различного направления это айти сфера сфера менеджмента финансового менеджмента и чар и так далее у нас более 1 миллиона 300 тысяч выпускников на данный момент более 35 тысяч корпоративных клиентов 60 учебных классов 250 преподавателей экспертов практиков из различных вузов и более тысячи курсов по которым мы учим сейчас наших слушателей какие же наши ключевые преимущества да то есть чем мы отличаемся возможно других учебных центров работодатели высоко ценят наших выпускников но так как знают что наши дипломы и сертификаты высоко ценятся и те квалификации которые получают у нас выпускники достаточно хорошо и широко применимые на рабочем месте когда они уже трудоустраиваются наши курсы заработаны с учетом последних требований работодателей по ну с учетом профессиональных стандартов да у нас есть программа помощи трудоустройства выпускникам профессиональная консультация по выбору курса направление обучения профессиональную консультацию вы можете получить у наших менеджеров по телефону в живой чате или написав по почте вам достаточно подробно ответит на все ваши вопросы у нас достаточно высокое качество обучения мы учим по бауманской методике у нас и практика и теория идут параллельно друг другу и соответственно есть возможность получить и теоретические знания в достаточно хорошем объеме и практически что немаловажно для наших слушателей мы гарантируем расписание занятий да то есть свое обучение вы можете спланировать заранее расписание у нас планируется на год вперед у нас несколько форматов обучения это очное обучение в классах классическое онлайн обучение в виде вебинаров открытое обучение это формата ну скажем так больше индивидуального обучения вы можете как посещать класс так и учиться просматривать записи в онлайн формате и связываться с преподавателем по тем вопросам которые для вас являются сложными по тем темам в том числе которые вам сложно освоить самостоятельно очно-заочное обучение это вечернее обучение обучение выходного дня так как многие слушатели у нас являются работающими да и соответственно им нужно спланировать обучение либо по выходным либо по вечерам и свободное обучение индивидуальное обучение да то есть это несколько форматов по которым вы собственно говоря можете подключиться с учетом вашего рабочего графика индивидуального графика и так далее также мы выдаем престижные сертификаты российского и что немаловажно международного образца да то есть у вас есть возможность устроиться после нашего обучения как в российскую так и международную организацию ну и что сегодня вы узнаете на дне открытых дверей это в первую очередь о востребованности профессии руководителя финансовой службы о зарплатах руководителя финансовой службы где востребованы такие специалисты и о наших сервисах по трудоустройству далее я хотела бы представить вам нашего преподавателя эксперта который ведет как раз данный курс циба елена владимировна и соответственно елена владимировна является преподавателем курсов по финансово-экономическим дисциплинам с опытом преподавания и практической работы и соответственно елена владимировна сегодня вам расскажет про сам курс и про профессиональные навыки которые необходимы руководителю финансовой службы елена владимировна передаю тогда вам слово оксана спасибо мне нужна обратная связь видно мой экран коллеги обратите внимание как называется день открытых дверей сегодня практикум по формированию управленческой отчетности пиандель кэшфлой баланс но конечно в рамках рекламного семинара мы с вами не успеем рассмотреть эту тему полномасштабно да все нюансы захватить мы с вами будем по основам идти основу формирования этих форм отчетности должны сегодня не просто посмотреть в теории да но и еще как-то прочувствовать на практике то есть у нас будет небольшая практическая часть и чтобы вам было удобнее работать я сейчас в чат положу ссылочку одну минутку это облачная ссылка на google диск по которой вы можете пойти пока я вам буду рассказывать какие-то теоретические аспекты вы по этой ссылке можете получить практику он незаполненный да это некие про формы отчетных форм взаимосвязи отчетных форм которые нам нужно будет сегодня с вами по пяти хозяйственным операциям то есть мы немного хозяйственных операций возьмем для примера заполнить чтобы посмотреть как эти формы у нас взаимоувязаны почему я выбрала именно такую тему для сегодняшнего семинара по моему опыту слушатели которые приходят на данную программу дипломную часто сталкиваются с некой трудностью в плане недопонимания того как взаимоувязываются как формируются отчетные формы не все экономисты финансисты проходят путь от бухгалтера свой профессиональный строить свою карьеру соответственно каких-то основ формирования отчетности очень часто не хватает я сегодня расскажу обязательно какие курсы в программу входа и сделаю акцент на том в каких этих из этих курсов да мы особенное внимание уделяем как раз таки формированию отчетности если у вас какие-то вопросы будут возникать по ходу заполнения практикума да по ходу прослушивания материала соответственно пишите в чат буду стараться оперативно на все ваши вопросы отвечать если говорить про программу семинара то здесь у нас три пункта основа формирования финансовой отчетности в управленческом учете управленческий учет несколько отличается от бухгалтерского как мы знаем взаимосвязь основных трех форм здесь сказано а по отчету прибылях и убытках оддс отчета движения денежных средств и баланса то есть это российские названия а в названии нашей презентации вы видели название английские до международно принятые отчета прибылях и убытках вместо акул профит андлоса стейтман вместо оддс вы видели кэш флоу кэш деньги флоу движения и баланс в принципе на английском так и будет баланс и третий пункт это собственно практикум небольшой по составлению финансовой отчетности небольшой кейс практически итак если про эти три основные формы говорить а эти формы нам дают информацию для принятия управленческих решений для оценки финансовой состоятельности любого предприятия для планирования прогнозирования результатов на будущее для стратегического планирования и так далее то давайте посмотрим что каждая форма себе представляет что она содержит отчета прибылях и убытках или пендель в нем информация о начисленных доходах и расходах и финансовых результатах деятельности за отчетный период доходы и расходы расходы это не затраты расходы это отток экономических выгод связанный с выбытием активов то есть с проданной реализованной продукцией работами услугами то есть реализованным продуктом в отчет о прибылях и убытках не включается ндс не в доходную часть не в расходную почему потому что ндс это не доход и не расход это налог на 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 оценку торговую отчет о движении денежных средств кэшфлоу в нем информация о движении денежных средств за отчетный период что значит движение это значит деньги могут нам поступать на расчетные счета и могут деньги выбывать с наших расчетных счетов ну еще мы кассу можем здесь взять соответственно нам нужна информация в разрезе поступлений и выплат но не только мы еще в кэшфлоу должны с вами сгруппировать все поступления и все выплаты по трем направлениям нашей деятельности каким текущая инвестиционная финансовая это очень важно чуть попозже поговорим что включаем текущую что включаем в инвестиционную что включаем финансовую попозже я вам вопросы буду задавать да вы можете писать на них ответы и баланс или отчет по балансовому лицу листу баланс шит еще иногда название встречается отчета финансовой позиции он содержит информацию о наличии активов то есть всех средств которым располагает с которыми располагает компания и источниках их формирования их возникновения на определенную отчетную дату если отчет о прибылях и убытках его dds у нас формируется за какой-то период временной то в балансе представлена информация на определенную отчетную дату на 31 декабря какого-то года возможно на конец какого-то месяца какого-то квартала и так далее любой факт хозяйственной жизни или любая хозяйственная операция но вот терминология хозяйственная операция она наверное больше применима для бухгалтерского учеба факт хозяйственной жизни понятие более емкая кроме того что под обычной хозяйственной операции мы понимаем с вами что-то уже совершенное до фактическое документа документально подтвержденное под фактом хозяйственной жизни мы с вами можем понимать какие-то Это события, сделки, которые могут произойти в будущем и, соответственно, они могут повлиять на финансо-экономические результаты. То есть нам не обязательно привязываться к прошлому. Под фактом хозяйственной жизни мы понимаем как прошлое, так и будущее. Второе. Любой факт хозяйственной жизни или любая хозяйственная операция находит отражение в балансе. Вот все, что у нас происходит, если это проходит по балансовым счетам, не за балансовым, это найдет отражение в балансе в любом случае. Если мы говорим про какие-то прогнозные значения, про какие-то сделки, которые намереваемся совершить в управленческом учете, мы это тоже будем отражать в системе нашего учета, это тоже будет находить отражение в балансе. Второе. Операции, связанные с начислением доходов и расходов, находят отражение в PNDL в отчете о прибылях и убытках и в балансе, само собой, естественно. Третье. Операции, связанные с движением денежных средств. Движение происходит где? На банковских счетах или в кассах организации, находят отражение в кэшфлоу и, соответственно, в балансе обязательно тоже. Давайте пройдемся по структурам этих отчетов. Есть форма традиционная, если вспоминать бухгалтерский учет регламентированный, то, в общем-то, простая форма традиционная, она очень схожа с той, которая регламентируется Минфином. И есть форма более сложная, можно сказать, применяемая для цели управленческого учета. По простой структуре. Отчеты о прибылях и убытках. Выручка, минус себестоимость продаж. Первый показатель финансового результата, валовая прибыль. Далее мы показываем расходы, которые не в себестоимости. Накладные расходы, можно их так называть, потому что себестоимость включает основные расходы. Получаем показатель операционной прибыли. Это показатель второго финансового результата. Далее мы учитываем, показываем прочие доходы, прочие расходы. В понятие прочих расходов также входят проценты, начисленные банками по кредитам или начисленные займодавцами по займам. Но проценты по кредитам, займам мы здесь выделяем с вами отдельно от прочих расходов. Прочие расходы и прочие доходы, они ниже операционной прибыли. Почему? Потому что они не связаны с операционной деятельностью компании. Операционная деятельность – это та деятельность, которая у нас происходит от одного операционного цикла к другому. И, в общем-то, под которой мы понимаем деятельность ту, ради которой создались обычная для нас регулярно повторяющаяся деятельность. Если мы, допустим, что-то производим, продаем, то как раз-таки результат этой деятельности будет в операционной прибыли. Следующий показатель – прибыль до налогообложения. Налог на прибыль и выходим уже на конечный финансовый результат – чистая прибыль. Значит, я думаю, знакомая многим или практически всем структура отчета о прибылях и убытках соответствует форме отчетности финансовой, регламентируемой Минфином. Далее идем. Усложненная структура отчета о прибылях и убытках. Давайте здесь смотреть. Выручка. Выручка в оценке нет, а без НДС тоже. Минус. Переменные расходы в себестоимости продаж. Или, можно сказать, минус себестоимость, сформированная только по переменным расходам. И мы получаем показатель балловой прибыли. Здесь приводится международное название на английском – gross profit. Постоянные затраты в себестоимость в данном случае, по данному примеру, мы включать не хотим, не считаем нужным, целесообразным. Вот управленческий учет дает нам полное право на это. Далее. Из валовой прибыли мы вычитаем другие наши переменные расходы. А переменные – это значит какие? Связанные с объемом продаж, с уровнем нашей деловой активности. Чем больше мы продаем, тем больше несем таких расходов. Поэтому они и переменные. И если из валовой прибыли мы вычтем переменные коммерческие расходы, мы с вами выходим на маржинальную прибыль, marginal profit. Можно сказать, что маржинальная прибыль – это разница между выручкой и всеми переменными расходами. Маржинальная прибыль у нас является вкладом на покрытие постоянных расходов. Мы, соответственно, ниже видим постоянные расходы, но пока без амортизации. Пока без амортизации. Получаем после вычета из маржинальной постоянных расходов показатель операционной прибыли до вычета амортизации. ОИБДА вроде бы как операционная прибыль, потому что она нам показывает результат нашей деятельности с учетом наших расходов операционных, как переменных, а так и постоянных. Но операционная прибыль особенная. Она до вычета амортизации. Амортизацию мы пока еще не учитывали. Так вот для чего нам этот показатель ОИБДА нужен? Как вы считаете, коллеги, кто слушает, принимает участие, можете написать в чат. Как вы думаете, для чего нам показатель ОИБДА пригодится? Может быть, его с чем-то можно сравнить, сопоставить. Этот показатель сравним в большей степени с чистым денежным потоком по текущей деятельности в кэшфлоу, потому что в кэшфлоу у нас выплаты амортизацию, естественно, не содержат. Дальше смотрим. Прочие доходы, прочие расходы, но прочие расходы пока без процентов по кредитам и займам. Так что получается? Мы еще пока амортизацию не показали, и мы проценты по кредитам и займам не показали, и выходим. Следующая вот ступенька. Форма отчетности у нас ступенчатая. И выходим на показатель прибыль до налога на прибыль, до процентов по кредитам и до амортизации. Такой показатель называется ОИБДА. О, ЕИБДА, прошу прощения. Или, ну, как бы так, принято называть ЕБИДА просто. Чем ценен этот показатель? Значит, вы можете по своей компании его рассчитать и сравнить с ЕБИДА какой-то другой компании той же отрасли. И ваше сравнение будет справедливо. Почему? Потому что вы нивелируете влияние налоговой политики, а в каждой компании своя налоговая политика, верно? Влияние кредитной политики и влияние амортизационной политики. В каждой компании свой способ начисления амортизации, свой перечень и своя стоимость объектов основных средств и так далее. Также показатели ЕБИДА можно использовать в системе KPI, в системе ключевых показателей эффективности. Значит, если вы хотите сделать работу какого-то должностного лица максимально эффективной, да, ждете от него эффективности, то вы ему установите для целей примирования некий показатель, который будет отражать результат его деятельности. Так вот, если этот менеджер, а мы сейчас главное, ну, именно про менеджера говорим, да, если этот менеджер не оказывает влияние ни на налоговую политику, ни на кредитную политику, ни на амортизационную политику, то будет справедливо ему установить именно этот показатель. Прибыль ЕБИДА, а не чистая прибыль та же самая. И вот потом вы уже отнимаете амортизацию и выходите на показатель прибыли, до налога на прибыли, до процентов по кредитам ЕБИДА. Тоже можно сравнивать с другими компаниями, тоже можно устанавливать в качестве KPI менеджером. Движемся дальше. Из прибыли ЕБИД мы вычитаем проценты по кредитам и займам и выходим на прибыль до налогообложения, нам известную, из простой формы. Далее налог на прибыль, далее чистая прибыль. Ну и также здесь в усложненной структуре мы можем показать дивиденды, начисленные за этот период. Все, что у нас в круглых скобках, вы уже догадались, да, это вычитается из показателя. И, соответственно, если из чистой прибыли мы вычитаем начисленные дивиденды, мы выходим на какой-то размер чистой прибыли, реинвестированной в бизнес, оставленной в бизнесе. Если цивилизованно называть этот показатель, да, то это увеличение нераспределенной балансовой прибыли за период. Чистая прибыль, которую мы заработали здесь, 2 миллиона 800, дивиденды начислили, объявили и начислили в размере миллиона 400, соответственно, остальные 50% от чистой прибыли у нас остаются в бизнесе, да, и пойдут в копилку, накапливая мои нераспределенные прибыли компании, будут капитализировать наш бизнес. Так, если у вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Если нет, идем дальше. Теперь давайте с вами поговорим про кэшфлоу. Значит, про отчет о прибылях и убытках мы поговорили. И теперь давайте про кэшфлоу более подробно. Можно сказать, что ДДС или кэшфлоу – это является некой расшифровкой к балансовой статье денежные средства. По структуре. Если мы с вами возьмем кэшфлоу, мы увидим обязательно остаток денег на начало периода, на определенную отчетную дату, скажем, на начало года. Дальше мы увидим движение денежных средств, поступление выплаты, разницу между поступлениями и выплатами в виде чистого денежного потока. Чистый денежный поток у нас может быть положительный со знаком плюс, может быть отрицательный со знаком минус. И, соответственно, если мы все чистые денежные потоки прибавим к остатку денег на начало, мы выйдем на остаток денежных средств на конец периода. Остатки денежных средств на начало и на конец периода, они обязательно должны коррелироваться, биться с балансовыми данными, потому что кэшфлоу – это некая просто расшифровка статьи баланса денежные средства. Почему я сказала чистые денежные потоки? Есть целесообразность представить информацию о всех поступлениях, выплатах и чистых денежных потоках в разрезе текущей деятельности или, можно сказать, операционной деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности. Что мы относим к той или иной? Текущая или операционная деятельность, как я уже сказала, связана с нашими операционными циклами. Здесь будут все денежные потоки поступления, выбытия от основной регулярной деятельности предприятия, направленной на получение прибыли. То есть если мы оказываем кому-то услуги, то, соответственно, все поступления денег, вот наших заказчиков мы будем показывать в этом разделе, и выплаты денежных средств по затратам, необходимым для осуществления этого вида деятельности. На материалы, на заработную плату, услуги каких-то сторонних организаций и так далее. Инвестиционная деятельность, можно сказать, деятельность перспективная, направленная на будущее. Денежные потоки в данном разделе, как правило, связаны со свободным инвестированием денежных средств во что? Во внеоборотные активы. Те активы, которые не утратят свою стоимость в течение одного цикла, а будут переносить свою стоимость на создаваемый продукт постепенно и частями. Основные средства, земельные участки. Но помимо средств труда мы можем инвестировать свободные деньги во что? Ценные бумаги. Приобретать ценные бумаги, удерживать их до погашения, для того, чтобы получать некую доходность по ним. Также можем свободные деньги инвестировать в виде неких вкладов, в уставные капиталы других организаций. И что получать от этого? И получать от этого некую доходность, ну, в виде, скажем, дивидендов. Если резюмировать, то инвестиционная деятельность у нас ассоциируется с первым разделом баланса внеоборотные активы. И, соответственно, здесь тоже корреляция должна быть в управленческом учете. Что мы показываем в балансе во внеоборотных активах, то в кэшфлот мы будем показывать в разделе инвестиционная деятельность. Финансовая деятельность. Деятельность, обслуживающая первые две. Если по текущей деятельности вдруг у нас образуется отрицательный чистый денежный поток, некий денежный дефицит или кассовый разрыв, как мы часто называем, то тогда, чтобы нам осуществлять, продолжать наши виды деятельности, что мы будем делать? Мы будем этот кассовый разрыв покрывать положительным чистым денежным потоком от финансовой деятельности. Мы будем эти деньги, недостающие для нашей текущей деятельности, привлекать. Каким образом? Финансовая деятельность – это деятельность, связанная с привлечением, погашением и обслуживанием капитала. Капитал, как мы знаем, у нас бывает собственный и заемный. Соответственно, если нам не хватает денег на операционную деятельность, на обычную, мы можем привлекать дополнительный собственный капитал, привлекать инвесторов, предлагать им вложиться дополнительно в нашу компанию, внести какие-то дополнительные доли деньгами и так далее. Или мы можем объявить дополнительную эмиссию акций, мы увеличим собственный капитал и обеспечим приток свободных, ну, не свободных, а каких-то внешних на тот момент денежных средств в компанию. Если мы говорим не про собственный капитал, а про заемный, то здесь все просто. Денежные потоки, связанные с привлечением заемного капитала, что это такое простыми словами? На наш расчетный счет приходят деньги банка, да, потому что мы получили какой-то кредит долгосрочный, краткосрочный и так далее. Денежные потоки, связанные с погашением заемного капитала. Мы погашаем наш кредит, да, то есть, сколько мы привлекали, столько же мы отдаем банку. И, соответственно, еще здесь денежные потоки, связанные с обслуживанием капитала, могут быть. Что такое обслуживание заемного капитала? Это проценты, которые нам банк начисляет. А что такое обслуживание собственного капитала, коллеги? Как считается, можно в чат написать. Я пока еще раз по данному разделу резюмирую информацию. Значит, финансовые деятельности у нас денежные потоки, связанные. Первое – с привлечением, второе – с погашением, и третье – с обслуживанием капитала. Капитал бывает собственный и заемный. С заемным все просто. Привлекаем тело кредита, погашаем тело кредита, да, и обслуживаем наш кредит процентами. Это цена заемного капитала. Что касается собственного капитала. Дополнительный собственный капитал привлекаем от дополнительных участников бизнеса. Инвесторов, можно так сказать, в наш бизнес. Погашаем, отдаем, обслуживаем собственный капитал. Что имеется в виду, как вы думаете? Обслуживание собственного капитала или цена собственного капитала – это депозиты, конвертация? Нет, не совсем от депозитов. Наоборот, доходность получаем. Сейчас идет речь про цену, а цена – это то, что мы платим. Как мы расплачиваемся за собственный капитал? Привлекаем дополнительного какого-то участника нашего бизнеса, что-то ему обещаем и в последующем должны свои обещания выполнить. Конечно, дивиденды абсолютно. Так вот, дивиденды, которые мы получим от других организаций, потому что мы инвестировались в их уставные капиталы, будут в инвестиционной деятельности, а те дивиденды, которые мы платим своим акционерам, своим участникам, будут нами рассматриваться как некая цена собственного капитала, и как раз-таки эти выплаты будут в данном разделе финансовой деятельности. Есть. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Что мы здесь видим? Внеоборотные активы плюс оборотные активы и минус краткосрочные обязательства. Мы наши оборотные активы или текущие активы очищаем от текущих обязательств. И, соответственно, валюту баланса мы с вами получаем в стоимостном выражении не такую, как в форме отчета слева. Валюта баланса у нас будет другая. Здесь у нас будут активы, очищенные от краткосрочных притязаний наших кредиторов. То есть те активы, которые, в общем-то, для нас являются гарантом нашей стабильности. Представьте, если вдруг кредиторы начнут какие-то притязания в наш адрес выставлять, мы что будем делать с вами должны? Мы должны будем погашать эти краткосрочные обязательства, используя нашу оборотку. Поэтому баланс можно сформировать вот таким образом. И по пассиву мы с вами видим только собственный капитал. Собственный капитал у нас состоит из уставного или акционерного и из накопленной за годы нашей деятельности и нераспределенной между участниками прибыли. Это то, что мы вроде бы никому не должны. Вовне это наше. И плюс обязательства долгосрочного характера. Краткосрочных обязательств здесь уже, соответственно, нет. Риски по долгосрочным обязательствам ниже, чем по краткосрочным, как вы догадываетесь. Типы операций в балансе давайте посмотрим. Нам сегодня это нужно будет. Четыре типа. И вот эти четыре типа мы можем на две группы разнести. Первая группа. Операции, изменяющие итог баланса или валюту баланса. Что по операции происходит? Происходит увеличение активов и в то же время увеличение пассивов. Активы появляются и обязательства появляются, потому что на каждый актив есть источник. Либо обязательства, либо собственный капитал наш. Соответственно, активы нам просто так не даются ниоткуда. Например, приобретены товары в счет увеличения задолженности перед поставщиком. Запасы увеличатся в активе и в то же время текущее обязательство в виде кредиторской задолженности перед поставщиками в пассиве тоже увеличится. Вторая операция. Снижение активов и снижение пассивов. И валюта баланса у нас из-за этого снизится. Погашена кредиторская задолженность перед поставщиками. А что значит погашена? Значит, выплачены денежные средства. Тогда из актива у нас уйдут денежные средства. Валюта баланса по активу уменьшится. И из пассива у нас уйдет кредиторская задолженность на такую же сумму. Кредиторская задолженность погасится. Соответственно, валюта баланса по пассиву уменьшится тоже на такую же сумму. Вторая группа операций. Операции, не изменяющие итог баланса. Увеличение каких-то определенных активов и снижение других активов. Активы по одной статье увеличиваются и по другой статье они снижаются. Например, полученные денежные средства от покупателя в счет погашения дебиторской задолженности. Значит, мы имели актив в виде дебиторки. Потом он у нас погашается на определенную сумму. Но, да, зато мы имеем уже другой актив, более ликвидный в виде денежных средств. Активы переходят из одного состояния в другое. Происходит, ну, как бы можно так бухгалтерски выражаться, некая реклассификация, если по отчетности смотреть. И последняя операция. Увеличение каких-то пассивов и снижение других пассивов. Или увеличение одних пассивов за счет других. Тоже переклассификация. Часть нераспределенной прибыли, которая у нас была по балансу, уходит на увеличение резервного капитала или на формирование резервного капитала. Значит, по разделу собственные капиталы и резервы мы изменений не увидим. Но если мы будем постатейно анализировать, тогда мы что поймем? Что резервный капитал у нас стал выше, а нераспределенная прибыль, накопленная, она стала на ту же сумму ниже. И валюта баланса не изменилась. Взаимосвязь всех трех форм, такая основная, да, взаимосвязь есть абсолютно по каждой финансовой операции. Но есть некие взаимоувязки, которые всегда нам очевидны. Если мы возьмем все три формы, да, вот эти определенные взаимосвязи, они будут нам видны. Если мы представим наш баланс традиционный, да, то, как я говорила, что в разделе собственные капиталы и резервы у нас есть статья «Нераспределенная прибыль». Как статья «Нераспределенная прибыль» образуется? Откуда она появляется? Какой источник основной ее получения? Ну, конечно же, это чистая прибыль из отчета о прибылях и убытках. Чистая прибыль из P&L. Это основной источник роста капитала нашего. Но также «Нераспределенная прибыль» может и уменьшаться. Почему? Потому что мы объявили и начислили дивиденды. Поэтому дивиденды – это основное направление сокращения собственного капитала. Кстати, дивиденды мы еще можем с вами по бухгалтерским формам увидеть в отчете о движении капитала. Да, прям там будет цифра видна. Но отчет об изменении или движении капитала для управленческого учета не является основным, поэтому мы его с вами не рассматриваем. Это первая взаимозависимость, корреляция, которая нам очевидна по формам. И вторая – в оборотных активах у нас есть статья «Денежные средства». И, соответственно, наш отчет кэшфло будет являться некой расшифровкой балансовой статьи «Денежные средства». Если мы зайдем в кэшфло и увидим остаток на конец периода в размере миллиона рублей, образно, то и в активе в статье «Денежные средства» на конец периода мы тоже должны увидеть миллион рублей, естественно. Так, на данный момент я переключу свой экран на «Практикум». Если у вас какие-то есть вопросы по материалу теоретическому, по услышанному, пожалуйста, формируйте. Я сейчас начну заполнять «Практикум». Вы будете видеть это на экране. Вы это можете делать вместе со мной, кто подключился попозже. Еще раз сейчас вам скину в чат ссылочку на всякий случай, по которой вы можете пойти и скачать файл для работы. Также этот файл, он называется «Практикум пустой» у нас лежит в личном кабинете, но это для тех слушателей, которые зарегистрированы и которые имеют доступ к личной кабинете. Так, ссылку вам скинула. На экран вывожу свой файл в формате Excel. Я думаю, что вам видно, все достаточно крупно. Для примера у нас всего лишь пять хозяйственных операций. Вот здесь я буду не просто показывать, я буду с вами совместно формировать наши отчеты, то есть буду обращаться к вам, просить, грубо говоря, вашей помощи, ваше мнение спрашивать. А как вы думаете, а где это отразить? Там, здесь, там. Но для того, чтобы нам эти операции начать разносить по формам, мы будем поэтапно идти. Одну операцию, первую, например, занесем, должны проверять баланс. У нас должна валюта баланса по активу, по пассиву сходиться обязательно. И вот эти наши реперные точки, где взаимосвязь, очевидные показатели, они тоже будут идти. Так, Светлана, в личном кабинете по данному семинару, не поняла вашу фразу по лекции. В личном кабинете, если вы зайдете, найдете этот семинар наш, то там будет данный практикум лежать. И слайды, да, слайды тоже там, соответственно, есть. Так, сейчас у нас формы вроде бы как формы, но в то же время и не формы. Нету связи, нету формул, да, можно сказать, это про формы. А нам нужно наши формы увязать, оживить. Вот на данном этапе предлагаю формульно разобраться, да, внести все формулы, сделать все связи. И тогда нам будет с вами проще. Мы каждую операцию будем поэтапно отражать там, 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 да, и смотреть, что у нас получается. Давайте начнем с баланса. Баланс у нас здесь имеет форму динамического баланса. Что такое динамический баланс? Ну, это некий прототип оборотно-сальдовой ведомости. Остаток на начало, изменение или движение, или обороты, да, и остаток на конец. Изменения мы не показываем в виде плюса-минуса, увеличения, уменьшения. Мы сразу будем здесь показывать изменения за период, как некую дельту, да, что произошло. Соответственно, если у нас на начало периода, на 1 января, отчетный период месяц будет всего лишь, на 1 января 22 года есть показатели, то на 31 января 22 года мы получим показатель с учетом изменений. Согласны, нам нужно взять остаток на начало по данной статье и прибавить изменения. А изменения могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, естественно. Тогда давайте сейчас формулу занесем. На 31 января 22 года показатель основных средств будет равен остаток на начало, входящий на 1 января, плюс изменения. Не спеша делаю, да, чтобы вы успевали повторить, если кто-то открыл файл в параллель со мной считает, или чтобы вы успели посмотреть, осознать. Так, пока у нас без изменений, как и было. Ну и, соответственно, вот эту формулу, которую я внесла в D4, я ее скопирую. По восьмой строке стоит итог, я его не буду трогать. Скопирую на пустые ячейки. Через Ctrl. И так как изменений пока не занесено никаких, то активы и пассивы на конец месяца равны активам-пассивам на начало месяца, естественно. Идем дальше. Отчет о прибылях и убытках наших. Он очень простой, да, чтобы нам здесь не путаться. Выручка. Себестоимость продаж. Расходы периода. Не в себестоимости которые. Итого операционная прибыль. Соответственно, здесь мы рассчитаем операционную прибыль. Выручка. Минус себестоимость. И минус расходы периода. Проверяете формулу. Так. И уважаемые участники семинара, вот сейчас вас попрошу, что сделать. Если кто-то со мной в параллель считает, да, это не обязательно. В принципе, это ваше право. Но если вы поставите плюсик сейчас в чат, я буду понимать, что да, вы считаете, я буду на вас ориентироваться. Успеваете, не успеваете. Если кто-то считает, жду плюсики. Так. Лусинэ. Считаете. Если что-то не успеете, тогда пишите ячейку, адрес ячейки, да, и я к ней буду возвращаться. Дальше. Прибыль до налогообложения. Мы здесь тоже с вами формулу задаем. Операционная прибыль. Минус проценток уплаты. Налог на прибыль и чистая прибыль. Чистая прибыль равна. Прибыль до налогообложения. Минус налог на прибыль. Далее. Дивиденды начисленные промежуточные у нас, допустим. Могли бы быть, да? И изменение нераспределенные прибыли. И изменение нераспределенной прибыли мы тоже здесь должны формулу задать. Подскажите, пожалуйста, как нам изменение нераспределенной прибыли посчитать? Что мы должны взять, какой показатель, что с ним сделать? Напишите, пожалуйста. Чистую прибыль мы получили по формуле. Далее у нас дивиденды. Допустим, если мы будем их начислять по операциям, сюда встанут. И далее нам нужно понять изменение нераспределенной прибыли. Да, чистая прибыль минус дивиденды, верно. Чистая прибыль минус дивиденды, спасибо. Вот это изменение нераспределенной прибыли, оно должно соответствовать... Скажите, пожалуйста, чему, какой ячейке в балансе? Я сейчас помечу желтеньким. Так, на минутку. Вот. Значит, это у нас точки, которые, да, как мы говорим, реперные, в формах должна быть сопоставимость. В балансе что мне отметить таким же желтым цветом или даже какую-то связку, увязку сделать? Кто знает? Изменение нераспределенной прибыли на баланс повлияет, скажите? Нет. Конечно, повлияет. В балансе находим статью нераспределенная прибыль, и у нас даже есть графа изменения. Вот она она. Соответственно, чтобы нам это изменение в балансе отдельно не рассчитывать, мы можем сейчас связать равно и сослаться на G13. На то изменение, которое мы под ПНДЛем получим. Ниже. Все. В C10 ставим ссылку на G13. Соответственно, какая-то хозяйственная операция, которая связана с доходами-расходами, будет находить отражение в нашем отчете о прибылях и убытках и в конечном итоге оказывать влияние на что? На изменение нераспределенной прибыли. Дальше смотрим. Отчет о движении денежных средств. Давайте мы тоже здесь формулы всех наших промежуточных итогов, конечных итогов зададим. Деление идет на текущую инвестиционную и финансовую деятельность, естественно. Вот так вот я чуть-чуть сокращу, чтобы покомпактнее было. По текущей деятельности смотрим. Есть поступление и есть выплаты, платежи. Значит, чистый денежный поток по текущей деятельности по строке 9ХЛ будет равен чему? Поступление денег от продажи, а у нас торговля здесь, да, товары, судя по всему. Минус, или готовые продукции, ну просто товарами называют, минус платежи за товары, минус платежи по зарплате, минус прочие платежи. Так, чистый денежный поток традиционно рассчитали. Дальше, чистый денежный поток по инвестиционной деятельности. Тоже формулу задавайте. Поступление денег по инвестиционной деятельности, минус платежи. Но платежи по инвестиционной деятельности, вот нам понятно, да, это мы покупаем какое-то основное средство, платим за него поставщику, это в инвестиционную деятельность. Покупаем ценные бумаги, платим деньги за них, делаем перечисления. Это в инвестиционную деятельность пойдет. А в качестве поступлений, приведите, пожалуйста, пример, подумайте. В качестве поступлений от инвестиционной деятельности что можно привести? Что может быть? Поступление денег в разделе инвестиционная деятельность. Продажа, абсолютно верно, продажа основных средств, продажа ценных бумаг, продажа долей каких-то. То есть это обратный ход инвестиций. Платежи – это когда мы какие-то инвестиционные затраты несем, осуществляем инвестиции, это выплаты платежи. А вот поступление – это когда пошел обратный ход инвестиций, когда мы что-то отчуждаем. Верно, все просто. Так, и давайте финансовая деятельность. Чистый денежный поток по финансовой деятельности – это поступление минус все выплаты, все платежи. Что мы сюда относим, мы с вами уже вкратце проговорили. В принципе, бывают нестандартные всевозможные ситуации, но вот на наших курсах мы их рассматриваем, естественно, конечно. Все какие-то сложные вещи, спорные. Так, остаток денежных средств на начало периода. Ячейка J18. Скажите, пожалуйста, где мне ее взять? Подумайте. Остаток денег на начало периода. Где можно взять? Откуда можно принести? Б7. Так, Б7. Конечно, естественно, остаток денег на начало периода входящий остаток должен равен быть остатку балансовому. Конечно, 50. Так, остаток денег на конец периода. Мы с вами здесь закладываем формулу, он будет расчетный. Да, не будем ссылаться на баланс. Наоборот, нам в баланс будет информация поступать из кэшфлот. Так, если мы расчетный остаток денег на конец сейчас будем задавать, какую мы будем формулу использовать, какие показатели брать, напишите. По кэшфлот. Как посчитать остаток денег на конец периода, если у нас выше, вся информация для этого есть? То есть, три чистых денежных потока сложить и еще взять остаток входящий, верно? По принципу оборотно-сальдовый. Что было на начало? 50 тысяч. Плюс все поступления, плюс пришло, минус все выплаты ушло, да? Но у нас же есть здесь группировка по направлениям деятельности, поэтому плюс чистый денежный поток, вот где сейчас прочерки стоят, по текущей, плюс чистый денежный поток по инвестиционной и плюс чистый денежный поток по финансовой. Все, мы сейчас вышли на такой же остаток исходящий, как входящий, потому что никаких, в общем-то, операций еще не отражать. И в балансе связь установим. В ячейке С7, тоже ее желтеньким покрашу обязательно, мы с вами в графе изменения заложим дельту, дельту денежных средств. Остаток на конец, минус остаток на начало. Так, и еще раз. Остаток конечный по кашфлору, минус остаток денег на начало, это изменения по статье денежные средства баланса. Все, а теперь давайте разнесем наши пять хозяйственных операций, и, в общем-то, их здесь немного, на курсах мы гораздо больше перечень рассматриваем, да, в этом контексте. Но я думаю, что нам сегодня с вами пять хватит. Приобретено оборудование за 120 тысяч рублей в счет задолженности перед поставщиками. И вот эти 120 тысяч рублей, это стоимость с учетом НДС, в том числе НДС, 20 тысяч рублей. Проводки бухгалтерские нам не нужны, мы про них забудем, да, мы их не будем использовать. Что это за операция такая? Скажите, пожалуйста, на отчет о прибылях и убытках она окажет влияние или на отчет о движении денежных средств? На какие формы эта операция, на ваш взгляд, окажет влияние, должна оказывать влияние? Приобретено, оприходовано, пришло, учтено, да, на все думаете? ДДС, Лада, так, а где у нас здесь информация о движении, о том, что мы выплатили? Баланс согласна, а почему ДДС? Нет уже информации о том, что эта кредиторская задолженность была погашена. Как сказано, в счет задолженности перед поставщиками. То есть мы приобретаем дополнительный актив, это баланс увеличит, да. И источник этого актива у нас текущее обязательство перед поставщиками, кредиторская задолженность. Нет информации о том, что мы ее погашаем и выплачиваем деньги за это оборудование. Ни в коем случае. Все, тогда мы с вами в огнеоборотные активы заносим изменения по статье «Основные средства». На какую сумму, скажите? На сумму, в графу изменения, на сумму 100 тысяч, верно. НДС входящий, да, мы отдельно с вами показываем. В разделе «Оборотные активы» здесь у нас разделов нет, здесь упрощено. Вот, но если бы были, то НДС по приобретенным ценностям в разделе «Оборотные активы». Почему? Потому что это наша преференция, мы его можем к вычету принять. Так, и НДС у нас 20 тысяч плюсом. Итого, активы у нас увеличились на 120 тысяч. Баланс сейчас не сходится, верно? Потому что активы с потолка нам упасть не могли. У нас обязательно источник должен быть. А источник – это задолженность перед поставщиком. То есть кредиторская задолженность. Мы должны поставщику 120 тысяч. Все, валюта баланса сходится. Влияние не на отчет о прибылях и убытках этой операции, не на кэшфло, никакого нет. Дальше идем. Предоплачены товары на сумму 40 тысяч рублей в счет будущих поставок. Договор не содержит условия о предоплате. Поясню, наверное, чтобы понятнее было. Что мы сделали? Мы внесли аванс поставщику товаров, коли мы торговлей занимаемся. И, соответственно, если мы внесли аванс, у нас был отток денежных средств. Естественно. По сути, мы имеем дело с авансами, какими выданными. Авансы, выданные у нас, что формируют в учете? С кем у нас расчеты произойдут? Мы предоплачиваем товар, деньги перечисляем поставщику. Поставщик перед нами имеет обязательство либо вернуть эти деньги, либо поставить товар. Соответственно, мы имеем что? В активе или в пассиве? Дебиторскую задолженность. Абсолютно верно. Но эта дебиторка будет неденежная. То есть мы не деньги ожидаем, когда дебиторка погасится, а ожидаем товар, оборотный актив. То есть можно ее как бы так называть дебиторская, неденежная. И какая еще есть информация? Договор не содержит условия о предоплате. А если договор не содержал условия о предоплате, то есть мы сами вот взяли и решили авансировать поставщика в договоре, почему-то это юристы не предусмотрели, не знаю. То, соответственно, из этой авансовой проплаты мы не можем выцепить НДС входящий и отдельно его принять к учету и принять к вычету. Не имеем права. Тогда скажите, пожалуйста, на какие отчетные формы эта операция повлияет? Дебиторка уже выяснили. Это баланс. Еще. ДДС обязательно. Раз мы выплатили деньги, здесь по условию хозяйственной операции сказано, что отток денег был. В какую статью в ДДС заносим мы эти 40 тысяч? Какая это деятельность наша? Платежи за товары текущие, конечно, да? Вот сюда 40 тысяч. Деньги у нас становятся меньше, соответственно, остаток уже не 50, а за минусом 40, минус 10. Посмотрите, в балансе что происходит? Активы уменьшаются на 40 тысяч за счет чего? За счет уменьшения денежных средств. Но чтобы сбалансировать, мы что должны увеличить? Другой актив, дебиторскую задолженность. Были деньги, а стала дебиторская задолженность по авансам выданным. Все, баланс сходится. И, соответственно, остатки денег по балансу, да, и по нашему кэшфлоу тоже идут. Иначе быть не может, мы формулу закладываем. Есть. Про отчет о прибылях и убытках ни одна операция нам пока ничего не говорила. Смотрим дальше. Третье. Отражена экспортная выручка на сумму 250 тысяч рублей. Экспорт подтвержден. Дополнительная информация. Скажите, как вы считаете, на какие формы повлияет эта операция? Мы отгрузили на экспорт наш товар, да? В другое государство. У нас есть документация, мы можем отразить, что отчет о прибылях и убытках, конечно, выручка. И в отчете о прибылях и убытках у нас выручка в оценке нет, без НДС. Так вот, выручка 250 тысяч, а экспорт подтвержден, 250 тысяч рублей, да? Встанет сюда в этом же размере 250 тысяч рублей. Почему? Если экспорт подтвержден, ставка налога на добавленную стоимость продаж 0%. Соответственно, выручка нет, а выручка брута будут равны 250 тысяч, верно? 250 тысяч мы с вами занесли. Что мы видим? Так как ни себестоимости, ни расходов периода никаких нет, у нас увеличивается чистая прибыль, так как нет дивидендов, у нас происходит изменение нераспределенной прибыли и влияет на показатель нераспределенной прибыли в балансе. И у нас происходит с вами некая, опять-таки, разбалансировка. Как мы, у нас же, в принципе, двойной записи, да, даже в бухгалтерском учете имеет место быть. Как мы должны сбалансировать наши активы и пассивы, скажите, пожалуйста. Куда мы что должны добавить? Выручку отразили, баланс не сходится. Чего не хватает? Движения денег никакого не было. Долг покупателя, конечно. Выручку мы начислили, доход к учету приняли, но не сказано, что мы эти деньги от покупателя получили. Значит, дебиторская задолженность будет увеличена на 250 тысяч. И здесь у нас стояло 40 тысяч с вами, да, по авансам выданным. Делаем плюс 250 тысяч рублей. Есть изменения у нас здесь со знаком минус, но это нормально, в динамическом балансе это допустимо. Это значит, что кредитовый оборот, там, допустим, больше дебетового, это все окей. Главное, чтобы остаток с минусом не появился. Четвертое. Начислена заработная плата и страховые взносы сотрудникам офиса на сумму 60 тысяч рублей. Начисляем заработную плату и страховые взносы, но нет информации о том, что выплачиваем. Отчет о прибылях и убытках, да, это расходы периода, потому что в себестоимость продаж у нас здесь войдет, скорее всего, только стоимость, да, проданного товара. Здесь только будет товар. Все остальное у нас будет уже являться расходами периода. Это торговля. Так, на сумму 60 тысяч рублей. Меняется наша нераспределенная прибыль. И что еще? В баланс, да, пришли изменения нераспределенной прибыли обязательно, но баланс не сходится. Что еще? Мы должны показать. Если у нас расходы периода отражаются, произошло начисление заработной платы. И эти расходы уменьшают наш собственный капитал, да, где-то нужно добавить, чтобы валюта баланса, в общем-то, осталась прежней. Краткосрочные обязательства, конечно, нераспределенная прибыль уменьшилась на 60, а вот источник текущего обязательства на 60 увеличится. То есть у нас возникает кредиторская задолженность перед персоналом на 60 тысяч. И последняя операция. Списаны товары на реализацию на сумму 170 тысяч рублей. Под наши экспортные продажи мы, конечно, должны списать остатки или запасы наших товаров. И это списание повлияет на что? На какие формы эта операция пятая окажет влияние на ваш взгляд? Баланс запасы. А еще? Так, из запасов, да, мы убираем с вами. У нас было 300 тысяч товара на начало. 20 здесь у нас статья, одна для запасов НДС. И минус 170 тысяч. Активы становятся меньше на 170. ОДДС ни при чем. Это только списание. Это некая операция, связанная там с товародвижением. Товар был у нас, и он ушел за ворота покупателю. Выручку мы отразили, дебиторку покупателя мы отразили. С товаром мы списали, но баланс у нас не сходится. Чего нам не хватает? Активы уменьшились на 170 тысяч за счет того, что запасы ушли. Так вот, нам себестоимость в АПУ нужно отразить обязательно. Тогда у нас нераспределенная прибыль уменьшится, и валюта баланса станет меньше. Конечно, это актив, который ушел из нашей компании, и валюта баланса меньше станет. Себестоимость продаж 170 тысяч. Все, изменение нераспределенной прибыли 20 тысяч. В балансе мы тоже это видим. И, соответственно, итогу актива и того пассива наша валюта баланса по той и по той части, по той и по ной сходятся. Есть. Вот мы с вами таким образом учимся формировать нашу отчетность, как какая-то операция, фактическая или прогнозируемая нами, будет влиять на содержание наших форм, наших показателей финансово-экономических. Так, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я вернусь на слайды и кратенько вам расскажу о программе руководитель финансовой службы, о нашей дипломной программе. Что программа в себя включает? Какие курсы? 10 курсов. Руководитель структурного подразделения. 40-часовой курс. 40 часов аудиторных занятий плюс 16 часов на самостоятельную подготовку. Как правило, это какие-то домашние работы, тесты контрольные, у каждого преподавателя свое и так далее. Что на этом курсе вы узнаете? Как эффективно руководить структурным подразделением? Как подбирать персонал? Как организовать, так скажем, стимулировать, мотивировать людей, организовать эффективную работу команды вашей? Как управлять временем тайм-менеджмент? Как справляться с неким стрессом? Как делегировать полномочия? Кому дать одно задание, кому лучше его не давать? Переадресовать, переделегировать кому-то другому из подчиненных. Как создавать благоприятный моральный климат в коллективе, всевозможные методы? Как решать конфликты? Потому что часто бывает, что из-за какого-то мелкого конфликта происходят очень-очень, ну такие, скажем, глобально негативные вещи, вплоть до увольнений кого-то из нашей команды. И, соответственно, мы остаемся без рук, как руководителя структурных подразделений. И в этом конфликте мы не принимали никакого участия, собственно, принимали наши сотрудники, да, но мы почему-то были в стороне, как-то не вмешивались. Вот в какой момент стоит вмешаться и так далее, вам все расскажут наши преподаватели-эксперты. Второй курс – «Основы экономики» для руководителей, менеджеров и специалистов. Курс такой основополагающий, 16-часовой. Что по результатам этого курса вы получите? Рекомендуя начинать все курсы экономико-финансовые проходить именно с этого курса, да, потому что если вы пойдете там на финансовый анализ или на управленческий учет, а потом после этого придете сюда на основы экономики, тогда вам на основах экономики, в принципе, и делать будет нечего, вам все будет понятно и знакомо. На основах экономики мы учимся читать финансовую отчетность, понимать ее, да. Мы подробно изучаем, что в какой статье активов должно быть показано, должно быть учтено, как мы это интерпретируем, как, имея форму отчетности, можно сделать некое заключение о финансовом состоянии компании, провести такой быстрый экспресс-анализ, да, просканировать компанию. Буквально там за полчаса посчитать основные показатели, сделать некие сравнения одного показателя с другим и сделать вывод относительно финансового благополучия состояния данной компании. Это бывает на практике очень актуально, когда, допустим, мы принимаем решение, сотрудничать ли нам, да, вот с каким-то контрагентом, продавать ли нам продукцию кому-то. Да, возникает вопрос, этот покупатель благонадежный, отдаст он нам долг, или мы будем от него там дебиторку по судам востребовать. Соответственно, можно посмотреть его финансовую отчетность, хотя бы там бухгалтерскую. Если по бухгалтерскому учету и по бухгалтерской отчетности все замечательно, да, все показатели у нас соответствуют рекомендуемым, все красиво, можно уже сделать косвенный вывод, что компания следит за своей чистотой, да, за чистотой своих отчетных данных. Это очень, в общем-то, тоже много чего значит. И также на этом курсе мы с вами познакомимся с какими-то, ну, основными финансовыми показателями, используемыми в следующих курсах. Какие? Финансовый ручьях, что это такое? Что такое финансовый цикл? Что такое маржинальная прибыль? Основные классификации затраты, переменные постоянные, релевантные, нерелевантные и так далее. Следующий курс – оптимизация налогов, методы и способы минимизации 16-часовой. Предполагается, что основы налогообложения вам известны, то есть вы знаете, да, какие налоги в Российской Федерации существуют. Ну и, собственно, вот этот курс уже говорит о том, как сформировать налоговое поле для вашего бизнеса, как вести налоговое планирование, как производить налоговую оптимизацию, не выходя за рамки законодательства, да, то есть быть в рамках законодательства. Четвертый курс – основы управленческого учета и бюджетирования управления затратами. Курс делится на две части – управленческий учет и в то же время бюджетирование. Что касается управленческого учета, акцент на управление затратами, на максимизацию финансовых результатов, то есть увеличение прибыли. Всевозможные инструменты рассматриваем, как можно прибыль повысить за счет снижения затрат, за счет воздействия на объемы, как для этого организовать ведение управленческого учета, чтобы у нас все были данные под рукой для принятия управленческих решений. В общем, какие инструменты можно использовать для того, чтобы осуществлять стратегическое тактическое планирование, управление денежными потоками, да, финансовое планирование и управление финансовыми результатами. И в части бюджетирования мы, в общем-то, формируем бюджетную модель, начиная там от операционного бюджета продаж и заканчивая прогнозным балансом. Связь плановых показателей, посмотрим, да, что в модели должно быть, где, как должно что-то нами быть заложено и так далее. Пятый курс. Практикум по управленческому учету задачи и решения. Значит, когда мы видим в названии курса практикум, это значит, что теории либо нет совсем, либо она минимальна. По какой причине? Да потому что на предыдущем курсе мы эту теорию рассмотрели, а здесь у нас пойдет отработка. И по итогам вот этой отработки вы приобретете какие-то навыки. Практическая отработка навыков, полученных на курсе основы управленческого учета и бюджетирования. Решаем сквозные задачи, бизнес-кейсы по разным индустриям, по разным направлениям деятельности, применяя знания, полученные на четвертом курсе. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что здесь мною изложена рекомендуемая последовательность прохождения курсов. Да? Вот рекомендуемая мною. То есть, если вы как-то сделаете перетасовку, то, возможно, вы на какой-то курс придете ранее, а на какой-то курс придете после, а уже не актуально. Следующее, шестое, анализ финансового состояния предприятия. Вот финансовый анализ мы проводим абсолютно по всем его разделам. Конечно, это ликвидность, платежеспособность, там, внутрифирменная эффективность, анализ имущественного состояния, анализ дебиторской задолженности, анализ рыночной привлекательности компании. То есть, как вовне компания выглядит, какая у нее там доходность акций и так далее. И там, на данном курсе, мы с вами выполняем большой практику. Комплексный анализ проводим крупного предприятия, достаточно известного, да? Пишем выводы, делаем рекомендации, пытаемся разобраться в каких-то учетных нюансах этой компании. Какие-то, ну, наверное, нюансы бухгалтерского учета узнаем, да? Может, что-то где-то вы не знали, но вы знаете, новенькое из учетных процедур благодаря этому курсу. Седьмое, разработка и внедрение систем показателей BSK и KPI. КПИ, 16-часовой. Ну, что такое KPI, мы уже говорили, ключевые показатели эффективности для того, чтобы увеличить эффективность деятельности компании, да, и всех ее процессов. Что такое BSK? Сбалансированная система показателей для стратегического планирования и для управления бизнесом в разрезе четырех каких-то, четырех неких проекций, да, или четырех направлений. Какие? Первое – это клиенты. Второе – это внутренние бизнес-процессы. Третье – это внутреннее развитие компании, обучение сотрудников. И четвертое – это финансы. Вот у нас такие четыре проекции получаются. Соответственно, если мы что-то планируем, на будущее, да, какое-то мероприятие закладываем, мы должны посмотреть, как это мероприятие по всем четырем проекциям пойдет, да, как показатели основные по всем четырем проекциям от этого нашего планового мероприятия поменяются. Восьмое – основы инвестиционного анализа, 16 часов, про дисконтирование, про применение финансовой математики в инвестиционном анализе, про то, как вообще рассчитать экономическую эффективность проекта, да, что такое там нулевой период, какие помимо показателя NPV еще для оценки существуют показатели, RRR, МИР и так далее. Девятое – управление рисками, риск менеджмент. Но чтобы рисками управлять, нужно сначала риски выявить, определить, да, по деятельности, по проекту, как-то их идентифицировать, классифицировать, к чему-то отнести и, соответственно, проанализировать влияние этого риска, насколько, да, он повлияет на итоговые показатели. Возможно, риск большой, да, но влияние на итоговые показатели незначительное, тогда мы можем риск принять, как бы смириться с ним. Ну, будет и будет. А вот если риск является, извините, критическим, что по наступлению негативного события что-то такое произойдет, что вообще нанесет ущерб нашему бизнесу, да, вот это уже совсем другое дело. И здесь мы должны вырабатывать стратегию управления этим риском, снижать его, минимизировать, заключать какие-то страховые договора, находить какие-то альтернативные варианты, логистические и так далее, и тому подобное. И десятый – стратегический менеджмент. Выработка стратегического мышления с точки зрения управления компанией. Посмотрите всевозможные модели, стратегии, относящиеся, да, к стратегическому менеджменту. Какие из этих курсов мои? Второй – курс основы экономики. Четвертый – основы управленческого учета. Пятый – практикум по управленческому учету. Шестой – анализ финансового состояния. Все. Остальные курсы читают другие преподаватели. По результатам прохождения дипломной программы у вас на руках останутся практикумы. Это таблица в Excel. По инвестиционному анализу, может, и не только в Excel, я не знаю, за другого преподавателя не буду говорить, может, в Project Expert, но не буду, опять-таки, создавать какие-то ваши необоснованные ожидания. Это чисто мое предположение, да? Я всем слушателям отдаю все возможные свои, там, не знаю, бизнес-модели, кейсы, все, что у меня есть, все вам передаю уже в корректном заполненном виде. Так вот, что у вас будет на руках? Модель отчета о финансовых результатах деятельности для целей максимизации прибыли. Далее, комплексная финансовая модель или бюджетная модель, можно сказать, предприятия. Кому нужна по торговому предприятию финансовая модель, тоже что-то могу дать. Формирование модели у нас будет на курсе финансовый анализ для анализа финансового состояния предприятия. Соответственно, вот как провести комплексный анализ по отчетности финансовой, тоже много вкладок, большой сквозной пример. Соответственно, все формулы, да, все описания, все взаимоувязки, все это у вас будет. Какие-то модели для оценки инвестиционных проектов. Дальше. Практикум будет по разработке корпоративных ключевых показателей KPI и разработка стратегических целей компании, да, то есть какие-то стратегические там карты. Помимо этих практикумов, еще на данной программе дипломной предполагается решение всевозможных небольших бизнес-кейсов в области управленческого учета, менеджмента, стратегического риск-менеджмента, да. Вот бизнес-кейсы, они направлены, ну, скорее не на получение каких-то навыков определенных, а на то, чтобы осознать некие теоретические аспекты, как формула работает, да, как инструмент работает и так далее. И также еще на этом курсе предполагается решать ситуационные задачи, может быть, в команде, работа в команде, да, это вот для стратегического менеджмента, актуально для курса. Прохождение брейн-рингов, всевозможных квестов, какие-то ролевые игры классевой аудитории и так далее. Какая подготовка требуется для того, чтобы начать учиться? Бухгалтерский учет. Либо вы проходили курс, либо у вас есть опыт работы бухгалтером, или вы просто, да, ну, может, опыта нет, курс не проходили, но как-то где-то знания получили. Можно пройти тест на нашем сайте по бухгалтерскому учету, оценить, в общем-то, свои возможности, сделать выводы, есть у вас подготовка к этой программе или все-таки нету, не хватает, нужно пойти на бухгалтерский учет изначально. Microsoft Excel. Второй уровень, всего лишь второй. Или тоже сдать тест, попробовать на сайте. Налогообложение. Это рекомендуемая подготовка. Введение налогового учета. Проблемы и решения 2020-2021. Вот такой курс. Особенности программы. Дипломный. Программа составлена с учетом требований профессиональных стандартов. Объем программы в совокупности это 248 часов в аудитории и 92 часа на самостоятельную какую-то работу. Индивидуальный подход к плану графику обучения каждого слушателя. Вы можете делать перерывы, да? Не обязательно пройти всю дипломную программу, все 10 курсов, ну, скажем, за полгода. Вы можете это растянуть на больше период времени. Сформировать расписание. Потом что-то, допустим, у вас возникают какие-то сложности, да, в работе. Что-то меняется, меняется место работы, соответственно, не до учебы. Отложите. Согласуйте с вашим менеджером перенос, перенос прохождения ваших курсов на более поздние даты. То есть индивидуальный подход к каждому слушателю имеет место быть. По каким форматам проводятся занятия? Ну, в общем-то, Оксана все вначале рассказала достаточно подробно. Я думаю, что я не буду повторяться. Ну, наверное, я скажу, что вы для себя можете выбирать занятие в очном режиме, в аудитории присутствовать, да, либо подключиться к аудитории удаленно через программу GoToMeeting, как вы это сейчас сделали. Можно использовать даже инструмент InClass, когда вы по ссылочке зайдете, будете видеть картинку по видеокамере, что происходит в аудитории. Как бы эффект достигается такого присутствия, присутствия с другими слушателями в аудитории. Или можете проходить другие форматы открытого обучения. Это уже самостоятельное, можно так сказать, больше, хотя консультация преподавателя предполагается. Или формат свободного обучения. А вот формат свободного обучения предполагает, ну, практически самостоятельное целиком изучение курса. Но на дипломной программе, я могу, конечно, заблуждаться, по-моему, формат свободного обучения не допускается. По итогам прохождения дипломной программы, помимо знаний, что у вас есть? Как я говорила, у вас есть практикумы, практический материал, все рабочие файлы, презентации. У вас есть записи курса в полгода в вашем доступе, да. Какие-то преподаватели даже разрешают слушателям по окончании курса обращаться к ним за помощью. В принципе, это тоже в арсенале у вас будет. И вот этот весь практический материал, который вы, в общем-то, использовали для получения каких-то навыков, вы можете потом приспособить для своей практической деятельности, да, или указывать ваши навыки определенным образом в вашем резюме при смене работы. И, соответственно, конечно же, документы об образовании. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, пожалуйста, пишите в чат. Я передам через, наверное, минутку-полторы роль Оксане. Единственное, озвучу вам часто задаваемый вопрос со стороны слушателей. Вот что делать, если какой-то курс, на который я записался, уже стартовал, прошло, допустим, уже первое занятие, или второе, или вообще прошла какая-то значительная часть, а по личным причинам у меня не получилось присоединиться, да. Что делать? У вас есть записи. Записи смотрите, связывайтесь с преподавателем, включаетесь в работу. То есть вот любые проблемы, они, в принципе, решаемы. Нет никаких, в общем-то, таких нерешаемых проблем. Так, Оксана, я вам передаю слово, уважаемые слушатели, если есть ко мне вопросы, но я так понимаю, что нет. Да, Елена Владимировна, да, 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 да. Да, ладно, вам спасибо, Виктор, спасибо. Так, сейчас, одну минуту. Make, yes. Так, передала. Спасибо, Елена Владимировна. Видно, да, мой экран? Видно, видно? Елена Владимировна, да, еще раз хотел бы вас поблагодарить за содержательный рассказ, подробный. Вот, самое главное, что была практика. Спасибо вам большое. Ну, я сейчас немножко расскажу. Если кто-то из наших участников прибыл чуть попозже, я являюсь менеджером по трудоустройству в нашем учебном центре. И, соответственно, я помогаю нашим выпускникам трудоустроиться. Немножко хотела бы сделать обзор по зарплатам и по рынку труда. Ну, какие же отрасли сейчас достаточно популярны для трудоустройства? Руководители финансовой службы. Это, в первую очередь, отрасль информационных технологий, системная интеграция интернета. Там на данный момент более 500 вакансий. Это финансовый сектор, банковский сектор, розничная торговля, реклама, дизайн, продюсирование и дальше услуги для бизнеса, товара народного потребления. Сейчас, на данный момент, более 1500 актуальных вакансий в Москве для руководителей финансовой службы. Если говорить о не менее важном вопросе, да, зарплатах руководителя финансовой службы, то по Москве и Московской области без опыта работы от 120 тысяч в месяц и заканчивают 300 тысяч в месяц. Это опыт работы более двух лет. Санкт-Петербург немного ниже, от 105 тысяч в среднем до 250. Регионы от 95 тысяч до 200. Далее, что же мы делаем, как мы помогаем нашим выпускникам трудоустроиться. У нас есть служба трудоустройства, которую представляю сегодня я. Мы работаем с работодателями, то есть они обращаются к нам, предоставляют вакансии для наших выпускников. У нас есть реальный кейс от работодателей, то есть это какие-то рабочие моменты, которые они готовы обсудить с нашими выпускниками напрямую, дать какие-то задачи, пройти собеседование с выпускниками и так далее. У нас есть бесплатный курс по трудоустройству и составлению резюме, проходит он в онлайн формате раз в месяц. Карьерное консультирование, которое проходит со мной тоже в онлайн формате, консультация длится в среднем 30 минут. Помощь в подготовке резюме, вакансии, стажировке и дни карьеры. Немножко про курс в онлайн формате будет у нас проходить 7 числа. Это бесплатный онлайн курс, на котором наш преподаватель Светлыш, Вольга Юрьевна, кандидат юридических наук, ознакомят с тем, как правильно искать работу, как пройти собеседование с работодателем, пройти тестирование, если оно требуется на потенциальное вакантное место, и, соответственно, как избежать ошибок при оформлении с точки зрения юридических моментов, то есть трудового законодательства. Соответственно, со мной проходит онлайн консультация. Я рассказываю, как резюме составить правильно на новую специальность, либо, если вы повысили свою квалификацию, как претендовать на новую должность, как правильно себя презентовать работодателю и претендовать на повышение зарплаты, либо карьерный рост и так далее. Как я уже и говорила ранее, у нас более 35 тысяч корпоративных клиентов, и среди них как раз те работодатели, которые обращаются к нам. Они обращаются к нам за нашими выпускниками, то есть не случайным образом предоставляют свои вакансии, которые представлены у нас на сайте, на страничке трудоустройства. Также эти вакансии представлены в Телеграм-канале и в группе ВК, которая так и называется вакансии учебного центра специалистов. Также мы приглашаем на Дни карьеры, которые проходят в онлайн-формате. Дни карьеры, по сути, это встреча с работодателем, возможность пройти собеседование, но в онлайн-формате. Дни карьеры у нас проходят в среднем один раз в месяц. Анонсы мы делаем точно так же у нас на сайте, на страничке новости событий. И хотела бы еще дополнить немного нашего преподавателя Елену Владимировну. Помимо профессиональных навыков, что же еще спрашивают работодатели? Конечно же, они ищут и профессионала, и человека с определенными личностными качествами, или то, что сейчас называется еще софт-скиллз. Так какие же софт-скиллз, личностные качества нужны руководителю финансовой службы? Ну, в первую очередь, это умение стратегически мыслить. Умение быть нацеленным на результат. Гибкость, оперативность принятия решений. Аналитические способности. Эмоциональный интеллект, лидерские навыки. И, конечно же, отчасти ораторские способности. И от себя хотела бы сказать, как человек, который каждый день общается с работодателями, с нашими выпускниками, как же видит идеального кандидата, идеального сотрудника, работодателя? Это профессиональные навыки, которые идут параллельно с личностными навыками и качествами. Только так формируется именно личность, портрет идеального специалиста, идеального кандидата. Очень часто я задаю вопрос нашим работодателям, которые предоставляют нам вакансии для наших выпускников. Как вы относитесь к кандидатам, которые не имеют опыта работы, либо приходят в специальность с нуля, допустим, не имеют руководящего опыта? И, конечно же, наши работодатели, партнеры делают на это скидку. Говорят, что профессиональные навыки важны точно так же, как и личностные навыки, как и soft skills. Поэтому обращайте на развитие soft skills внимания в том числе. И как раз вот хотела бы сделать еще акцент на том, что нашим дипломникам, то есть выпускникам, которые оканчивают дипломные программы, сейчас у нас есть скидка на онлайн-курсы до 30%. То есть, окончив дипломную программу, в течение 6 месяцев у вас есть возможность пройти любой курс со скидкой, любой курс в онлайн-формате со скидкой до 30%. Не забудьте воспользоваться, особенно если требуются курсы по soft skills, повышению квалификации, либо по смежному направлению и так далее. Как Елена Владимировна и сказала ранее, да, у нас между блоками, которые входят в дипломную программу, иногда бывают небольшие перерывы, либо перерывы нужны вам по каким-то причинам. И вы можете, соответственно, эти перерывы потратить с пользой и пройти обучение, например, по тем же soft skills с 15-25% скидкой. То есть это как раз для наших дипломников, которые проходят обучение с целью переквалификации, то есть получения новой специальности. Какие же документы выдает учебный центр специалист? Это свидетельство центра, это удостоверение о повышении квалификации. То есть если вы уже состоялись в какой-то сфере как специалист, но, соответственно, хотите повысить свой уровень профессиональных знаний. И диплом профессиональной переподготовки, это то, о чем мы сегодня с вами разговариваем, это дипломная программа, то есть это возможность начать свою профессиональную деятельность в новом качестве, по новому направлению, переквалифицироваться. Дипломная программа руководитель финансовой службы предполагает, еще раз повторюсь, получение диплома у профессиональной переподготовки. И начало ближайшего курса у нас планируется на 7 июля. Соответственно, название курса сокращено ДП, РУК, ФИН, А. Пожалуйста, если у вас есть желание учиться в ближайшее время, как раз для участников сегодняшнего дня открытых дверей, кто с нами был до конца, прошел и практикум, и прослушал достаточно подробный рассказ нашего преподавателя, у нас есть скидка, она будет активна 3 дня, сегодня, 4 июля, 5 июля и по 6 июля включительно. По промокоду РУКФИН вы можете получить, РУКФИН 2022, прошу прощения, вы можете получить скидку на обучение данной дипломной программе в онлайн формате 18 тысяч рублей. На всякий случай я продублирую еще сейчас в чате, да, то есть кто решит воспользоваться данной возможностью, пожалуйста, обратите внимание, да, то есть такие скидки предоставляются как раз только участникам в неоткрытых дверей, промокод РУКФИН 2022. Ну и если у вас остались вопросы, останутся, пожалуйста, пишите на почту job.собачка.специалист.ru, я как менеджер по трудоустройству отвечу на ваши вопросы, либо с удовольствием переадресую их тем специалистам, которые ответственны за те или иные направления. Пожалуйста, если есть вопросы, обращайтесь, готовы ответить. Так, пожалуйста, задавайте вопросы, если какие-то остались. Елена Владимировна, если тоже нужно будет от меня какую-то сейчас помощь либо информацию, пожалуйста, готовы ответить. Еще раз благодарю всех участников нашего дня открытых дверей. Да, я в свою очередь тоже всем спасибо хочу сказать за участие. Оксана, нет никаких вопросов к вам. Спасибо большое за всю информацию. Вот, но если вопросов нет у слушателей, тогда, в принципе, наверное, можно завершить, да, нашу встречу. Да, благодарю. Так, не слышно. Спасибо всем. Оксана. Так, Оксана, нет, здесь. Нет. Спасибо. Я здесь, да, да, я здесь, я слушаю. Нет, я хотела уточнить, просто у меня была дипломная программа, оканчивала курс, хотела к вам записаться, а там нужно в каком-то гугле зарегистрироваться. Можно как-то с вами по-кому связаться, чтобы понять, что я должна сделать. Да, Светлана, можно, вот как раз по почте, которую я указала, jobsobachkospециалист.ru. Пожалуйста, можете мне напрямую написать. Просто на эту почту вам написать, jobsobachkospециалист.ru, да? Да, да, все верно. Оксана, вы сейчас кинете, пожалуйста, почту, что-то нету. Промокод пришел, да, почту вот не видят никто. А можно в чат еще раз эту почту сейчас написать, чтобы я ее написала правильно? Да, конечно, конечно. Спасибо, не видно, спасибо. Так, отправила, отправила. Пожалуйста, пишите, с удовольствием отвечу, запишу вас на консультацию. Так, ну, если вопросов больше нет, еще раз благодарю всех участников, благодарю нашему преподавателю Елену Владимировну. Спасибо, что уделили время. Надеюсь, что все, что мы, соответственно, сегодня рассказали, будет полезно. И мы ждем вас у нас на курсах. Всегда рады вас видеть. Спасибо. 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 Спасибо.